Теория государства современная, она очень молодая. Все, кто читал учебники, монографии, словари по теории государства, знают традиционную старую формулу немецкого философа Еллиныка. Он определял государство как совокупность трех главных факторов. Это территория, народ и власть. Вот эти три момента. И как раз в связи с и подходом Еллиныка, и пониманием государства, мы можем говорить о том, что с середины XIX века произошел первый важный шаг, который, казалось, должен был решить многие проблемы политики и занятия политикой. Возникло то, что можно назвать теорией правового государства. Видите, звучит очень современно. Правовое государство. Но сама эта идея возникла в рамках тех империй, о которых мы говорили. Такие представители этой теории, как фон Моль, другие авторы известные, она именно родилась вначале в Германии. И ее задачей было ограничить абсолютную монархию для того, чтобы избежать конфликтов, которые нарождались в рамках новых обществ. Вот что говорит, например, один из политиков немецкий Карл Август фон Гарденберг. Очень известная фамилия. Мы должны осуществить сверху то, что французы сделали снизу. Это самое начало XIX века. Демократические принципы при монархическом режиме, это, как мне кажется, является самой адекватной формой, выражающей дух эпохи. То есть Гарденберг говорит об удивительном процессе, когда абсолютная власть накладывает на себя правовые ограничения. Допускает, кроме абсолютного понимания власти, еще и параллельные структуры. Когда сама власть становится частью некоего формально-политического процесса. В результате мы можем говорить о таком движении после Вестфальского мира, о таком движении идеи государства как такового, абсолютной монархии XVII-XVIII веков. Мы сюда не включаем, естественно, Соединенные Штаты и Францию определенными периодами, потому что у них республика сменялась империей, потом опять республикой, потом опять империей, вплоть до 1871 года. И вот возникает с середины XIX века конституционная монархия. Именно как создание правовой структуры, которая включает и монарха, и народ, и систему власти. И возникает конституционное право. Именно с середины XIX века. Как ответ на этот вызов? Конституционное право и идея правового государства. Какая главная задача правового государства? Ограничить властные полномочия монарха. Чем занимается конституционное право? Оно занимается изучением правовой структуры государства. Каждый государственный орган имеет только те полномочия и компетенции, которые предоставляет ему конституция. Что такое конституционная монархия? Если монарх представляет свою власть, я вам приведу несколько примеров. У нас и в школах, и в среде образованных людей иронически вспоминают фразу Людовика XIV «государство – это я». Но это не он придумал, это идея абсолютистской монархии. Точно так же, когда Наполеон стал императором, он говорил, что Франция – это он. И точно так же, когда часть английского парламента судила английского короля, потом ему отрубили голову, он заходил в здание суда в шляпе в знак неуважения к суду и говорил, кто имеет право судить короля, поскольку король – источник власти. И вот вдруг, в середине XIX века, вот это представление «государство – это я» становится частью некой системы формальной, где государство – это уже не король, а король – часть некой формальной системы, прописанной Конституцией. И возникает законодательная власть, исполнительная власть, и возникают некоторые документы, которые регламентируют государственные органы в рамках этой системы. И в конце, следующий шаг, который был сделан, я сказал о том, что параллельно ходит или рождается пакет идей. Вот посмотрите, отойдем от этой жесткой системы. Что там произошло? Середина XIX века – это рассвет позитивизма в науках. То есть мы изгоняем всякий идеализм, всякую мистику, всякую религиозность. Наука исследует факты, эмпирию. Она занимается посеусторонним. Наука занимается тем, что есть позитивом. Вот мы можем видеть, посчитать, отследить, исследовать. Но точно так же в параллель с этим возникает и правовой позитивизм, который пытается изгнать из представления о государстве и праве всякое представление о морали, о духе, о религиозных принципах, о добродетелях, о каких-либо обязанностях. Задача права – быть только жесткой системой правил, которые предлагают нам правила игры. И говорить о морали права, о духе права, еще о чем-то мы не можем. Разве что в метафорическом значении мы говорим «дух права», употребляя фразу французскую Монтеске. Но это приводит к тому, что и само государство, и сама идея права, и теоретиков права становятся такой плоско-одномерной. Именно здесь пытаются найти это оправдание. Когда мир усложняется, мир разорван, только наука, суровые законы, представление о конституционализме, о распределении функций может позволить нам создать этот порядок. И правовой позитивизм будет очень моден и в 20 веке. Я этим занимался отдельно. Можно назвать, например, таких авторов, как Джон Остин. Это автор 19 века. Очень влиятельный британский юрист. Он решал проблему просто, почти по-гопсовски. Он говорил о том, что делает суверенный сувереном. Простая вещь. Суверенный сдает приказы сверху вниз. И подданные подчиняются указам суверена. Потому что считают его сувереном. Если спросить Остина, почему они его считают сувереном, ответ будет очень сложен. Макс Вебер, это конец 19-го, начало 20-го века в немецкой среде. Ханс Кельзен, кстати, известный юрист, один из авторов австрийской конституции. Он родился на территории Украины. Его книга «Чистое учение о праве» Райне Рейхслейре предлагает вот такой одномерный, суровый, чисто рациональный подход к праву. Никакой морали, никакой религии, никакого духа. Все работает как некое, почему чистое право? Поскольку оно основано только на способах и правилах игры законов и норм. Когда мы говорим о праве и политике, это вопрос того, что создает ту или иную норму. Какие нормы создают другие нормы, пока он не доходит до главных фундаментальных норм или грунт-норм, базовых норм. Фактически это иерархическая система, прозрачная норма творчества. А мы с вами все часть этой нормативной системы. Я сказал о том, что, видите, середина 19 века, но параллельно какие процессы? Позитивная наука, позитивизм, яркий его представитель базаров в отцах и детях, медик и атеист, человек позитивных знаний, именно это медицина, биология. Очень модная тогда была медицина, как наука. Но одновременно появляются идеи, казалось бы, супернаучные, сверхнаучные, но совершенно с нашей точки зрения сегодняшней неправомерные. Например, расовая теория, которую создал вначале министр иностранных дел Франции Габино, потом Чемберлин, многие другие, Хьюстон Чемберлин. И они считали, что основа западного мира основана на чисто позитивных, биологических, расовых исследованиях, которые показывают преимущество одной расы на другой. Я хочу показать, что это все явления или концепты одного ряда. Представление о жестком государстве, как функции и распределении функций. Представление о праве, как одномерной системе нормотворчества. Представление о расе. Представление о иерархии рас, высшая раса, низшая раса. У Нила Фергюсона даже есть такая глава «Сила пулемета Максима». Он показывает аргументы, скажем, белого человека в Африке. Каким образом шла аргументация. «Силой оружия», «Силой мощи». И в конце концов, эта система привела к очень опасным последствиям, когда вдруг оказалось, что система политики и права, которая строится на чисто позитивном, формальном принципе, дает сбои при возникновении тоталитарных, антигуманных режимов. И когда закончилась Вторая мировая война и нацистов стали судить, оказалось, что правовые прецеденты конституционного права, которое было создано с середины XIX века, не позволяют судить нацистов. И многие исполнители нацистского режима ссылались на следование законом. Они получали указания, они действовали в рамках функций. Они не нарушали законы, они действовали законно. Другая проблема в том, что в Германии нацистской возникала двойственность партии и политической правовой системы. Но большинство судей, профессоров, политиков действовали в рамках позитивного права. Они не нарушали право своей страны, точно так же, как в Италии. И в принципе, когда большевики пришли к власти, они действовали по своим законам. И вот когда такая система возникла, стало понятно, что акцент на чисто формальном, институциональном, процедурном, позитивном представлении о политике и праве должен быть дополнен чем-то другим. Нужно снова вернуться к поиску оправданий политики и права на других, не чисто институциональных основаниях. И в 45-м году этой основой стали права человека, которые вернули из 18-го века. В 19-м веке о них практически забыли. В 19-м веке права человека, вы удивитесь, не играли никакой роли в международной политике, во внутренних политиках. Никто не ссылался на права человека, разве что в литературе и в каких-то красивых риторических упражнениях. Точно так же в первой половине 20-го века права человека не играли такой существенной роли. И вот их достают из, скажем, ларца идей человечества для того, чтобы снова включить в дело. И возникает та традиция, которая на нашей памяти длится 70 лет. Но вначале я хотел бы еще раз вернуться к этой системе. Ведь, кстати, первый сбой этой формальной системы и был в фашизме и национал-социализме. И именно выдающиеся теоретики права и политики немецкие, именно Карл Шмидт, известный консервативный немецкий мыслитель, он пережил 45-й год, он вначале был в Апале, потом он снова публиковался, и в немецкоязычной традиции он до сих пор один из самых авторитетных мыслителей, политических. Он в своей книге, которая называется «Левиафан. В учении государства Томаса Гоббса» так оценивает вот этот процесс формализации, процедурности государства нового времени. Он говорит, на европейском континенте подвластное монарху абсолютное государство 18-го века сменилось буржуазным правовым государством 19-го века. Под именем правового государства здесь скрывается система законности, работающая с писанными, в особенности с кодифицированными законами и основанная на создаваемой людьми конституции. Он берет конституцию в кавычки. Законность есть позитивный способ функционирования бюрократии. Бюрократия знает, как она должна функционировать на всех уровнях. Бюрократия и чиновничество нуждаются в законосообразности как в способе исполнения своих функций. То есть, когда он это пишет, он говорит, вот видите, в современном государстве конца 19-го, начала 20-го века, а, конечно, он критикует и Веймарскую республику, демократическую немецкую. Государство предстает как четко работающая механическая холодная машина. Это то начало, которое заложил Томас Гоббс. Вот Томас Гоббс торжествует. Государство – холодная машина, где винтики, где элементы, все спаянно работают, функционируют, как единый механизм. Ничего человеческого здесь уже нет. Здесь четкая система. И вот эти его идеи, кстати, очень сыграли в такую роль, не то чтобы оправдывающую, но создали фундамент для того, чтобы снова вернуться к политике харизматичной, политике харизматических лидеров. И вот 20-е годы – это как раз эпоха харизматов. Муссолини, Гитлер, другие авторитарные лидеры Центральной и Восточной Европы. В Польше были такие лидеры. И вот это лидерство харизматическое было сломлено в результате Второй мировой. И когда вернулись к правам человека, был задан вопрос, ну хорошо, если мы хотим теперь изменить наше представление Конституции о роли государства, как мы можем это сделать? И тогда был сделан двойной ход. Создание ООН и разработка документов, декларации, а потом более конкретных документов, описывающих права человека. Эта универсальная декларация была принята 10 декабря 48-го года на Генеральной Ассамблее ООН. Там, если я не ошибаюсь, 30 глав, 30 параграфов. Они потом будут в течение 50-х, 60-х годов принимать форму других документов. И вот там мы, например, читаем. Первый параграф. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношениях друг с другом в духе братства. Видите, смесь. Мы же с вами можем анализировать идеи. Смесь декларации независимости Соединенных Штатов, даже Вирджинской декларацией, рождаются свободными и равными и сюда добавляется в духе братства. Французская декларация гражданина и человека и гражданина. 18-й параграф. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение, свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении, выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Свобода совести, свобода мысли, свобода представлений. Параграф очень важный. Он говорит о политике. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. То есть это право на участие в политике каждого человека. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Это право каждого управлять, приходить к государственной службе и занимать тот или иной политический пост. И, наконец, воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить в себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны приводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования и так далее, и так далее. Что получается? Получается, что здесь идет поиск легитимации новой политики после 1945 года, после ужасов в тоталитарных режимах. Парадоксальным образом, представители Советского Союза, Сталинского, подписывают этот документ, как будто они часть демократического мира. Но идейно и концептуально возникает напряжение. Хорошо, с одной стороны, мы понимаем мир как совокупность национальных государств. Мир это система национальных государств. Их стало после 1945 года больше, потому что рухнул колониальный режим. Но с другой стороны, для того, чтобы политику легитимировать и видеть смысл политики в чем-то более фундаментальном, чем институты и процедуры, мы должны в основании политики положить другой принцип наднациональный. Еще раз подчеркиваю, наднациональный. То есть, это значит, что в политику национальных государств вводится универсальный принцип. Причем, в декларациях потом будет говориться о том, что критерий правильной политической системы, критерий хорошей политической системы, как раз проверяется или работает с тем, нарушаются права человека или нет. Это 1948 год. И, естественно, когда таким правам человека придается значение, их тут же вводят в первые параграфы конституций. Откройте украинскую конституцию, откройте немецкую конституцию, или российскую, или французскую, вы увидите тот же трюк, или какую-либо африканскую, африканской страны. Вы увидите это цепная реакция, когда конституционное право, и сама конституция, которая должна давать правила игры национального государства, предваряют это фундаментальными свободами человека. Но какая возникает здесь проблема? Для меня, как для философа, и для многих, кто занимается правом, практической философией, политикой, этикой, возникает очевидная проблема обоснования прав человека. И недаром, несмотря на то, что права человека это уже стало нечто чем-то сакральным, святым, неприкосновенным, сама идея прав человека в том виде, в котором она существует, атакуется многими мыслителями. Я в качестве контраргумента приведу этот ряд ограниченный, неполный критиков нынешнего понимания прав человека. Начну я с Иеремии Бентама. Это вообще автор 18 века, основатель утилитаризма. Он реагировал вначале на французскую декларацию человека и гражданина и был одним из первых, кто жестко ее раскритиковал, назвал это бессмыслицей на ходулях, полной бессмыслицей и сказал, что это пустые метафизические формулы. Без силы политической принудить исполнять права человека невозможно. Мне Бентам очень нравится своим экстра своей ординарностью. Во-первых, разработал систему удивительную утилитаризма, которая до сих пор действует, например, в подсчетах, в максимизации благ. Но, как вы знаете, он еще завещал, чтобы его тело было мумифицировано вместе с головой и чтобы на заседаниях его общества он присутствовал. И поэтому всегда, когда идет заседание общества Бентама, его садят, он там под стеклом сидит, там пропадала его голова, потом голову опять нашли, но, если вы попадете в это общество, увидите, что вот если голова, это искусственная на нем. Иногда рядом на фотографиях кладется подлинная мумифицированная голова, ее потом нашли. Вот этот человек очень не зубил права человека. Второй, Карл Маркс, это 19 век. Мы уже знаем, что он критиковал буржуазное право как идеологию. Он считал, что это маскировка под лозунгами равенства перед законом реального экономического неравенства. Он был большой скептик не только относительно политики, а относительно прав. Для него это буржуазные уловки, это пустые декларации. Для меня важен, как для философа, рациональный аргумент. Я пытался это делать в своей философии права. Я понимаю, что права человека трудно обосновать. Ведь если мы спросим себя, в чем сила, универсальность прав человека, на чем они основаны? Вот почему мы все считаем, что права человека универсальны, фундаментальны? На чем это основано? Основано на биологии, на принадлежности к хомо сапиенс, на факте принадлежности к человеческому роду, когда мы говорим о достоинстве человека. Что составляет содержательно основание нашего достоинства? То, что мы имеем тела? Если мы убираем религиозное содержание, то нам трудно рационально, чисто секулярно, рационально обосновать этот принцип. Я знаю несколько версий, но они очень неубедительны. Мы принимаем права человека скорее как предмет веры. И Ханс Йоас, один из ведущих представителей философии французской школы, даже написал книгу, которая называется «Десакрализация личности». То есть права человека это светский ход квазирелигиозности. Права человека заменяют Тору, заменяют Новый Завет. Они требуют чего-то святого, неприкосновенного. А если оно святое, неприкосновенное, то и обосновывать рационально это не обязательно. Если ты пытаешься рационально обосновать, то ты даже сомневаешься в том, что это нечто святое. У тебя есть достоинство, если я спрошу «Откуда?» Оно у тебя есть. Ты человек. Я вижу, вижу, что ты человек и поэтому ты имеешь эти права. Ханна Арендт, когда она чутила в Соединенных Штатах без гражданства, она говорила, что у человека есть только одно право. Право на права. И очень страстно писала о том, что к сожалению, права человека предполагают конкретное гражданство. И когда человек без гражданства или человек в изгнании, ему очень трудно защищать свои права, ему очень трудно отстаивать свои права. Он вторичен. Он уже в милости неких структур, политических сил, будучи вторичным, поскольку он уже в зависимости от того, кто даст ему эту милость, кто поможет ему, повесит его в лагерь беженцев или устроит его каким-то образом на работу и так далее. Маргарет Тэтчер. Я подробнее процитирую ее фрагмент из книги «Искусство управления государством». Но, если кратко, она считает, что за современной риторикой прав человека прячутся властные претензии новых левых. Позволю себе более длительную цитату. Она вначале рассуждает о политизации судебной власти в США и в континентальной Европе, когда судьи берут на себя функции моралиста или политиков. Поэтому в Америке и в Европе такая напряженная борьба за назначение судей. Вы помните, что такое было недавно в США и совсем недавно было в Польше, когда обвиняли европейские страны Польшу. С украинской точки зрения, какая разница, слушайте, но один судья, другой судья. Для них это очень важно, поскольку судьи, возвращаясь к Тэтчер, имеют вес политический, чего быть не должно, говорит она. Включение Европейской Конвенции о защите прав человека в наше законодательство окажется серьезной ошибкой. То есть, Тэтчер говорит, ни в коем случае эту континентальную ересь не надо включать в нашу политическую систему. Действительно, можно просто читать текст Хартии фундаментальных прав Европейского Союза и искренне восторгаться каждой ее статьей. Она иронизирует, кто не понял. Однако, опыт подсказывает, что за общими фразами кроются определенная цель и философия. Цель заключается в подчинении суверенных государств, демократических процедур принятия решений национального законодательства, международным институтом и группам давления. То есть, Тэтчер видит в Хартии опасность для суверенитета Британии. И опасность того, что группы интересов над национальные будут через политизацию прав проталкивать свои интересы. Завершает она так свою мысль. А в философии, прикрывающейся зонтиком прав человека, явно угадывается традиционно левые взгляды, приспособленные к новым условиям. Конец цитаты. Видите, ее критика прав человека и что она предлагает взамен? Она взамен предлагает традиционное английское общее право без излишней философии, но практически работающие. Она практически дальше в тексте противопоставляет английское общее право и французский и немецкий философский бред, выраженный и американский в том числе, выраженный в пафосных документах, приведших к кровавым последствиям. Имеется в виду Германия и Франция. И недаром Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи строит особую мифологию или особый нарратив современного мира после Второй мировой. Фактически он один из сказителей. Это Гомер второй половины 20 века. Он придумывает красивую историю, ради которой теперь он будет сражаться. То есть он не стал премьер-министром, выбрали левого. Он поехал Фултон. Недавно описывали эту историю. Два года назад был юбилей. Он ехал с Трумэном в захудалый провинциальный городок в открытом автомобиле. И когда он уже подъезжал, он сказал, стоп, сейчас я зажгу свою сигару, потому что там будут репортеры, будут снимать, а какой я без сигары. То есть это он прекрасно понимал, что он должен выглядеть соответствующе, что он должен быть Черчиллем с сигарой. И вот он там говорит, я позволю себе чуть более длинную цитату, я покажу, как в истории нарратив играет решающую роль. Он выстраивает новый нарратив. Мы не можем закрывать глаз на тот факт, что демократические свободы, которыми пользуются граждане на всех территориях Британской империи, не обеспечиваются во многих других государствах, в том числе весьма могущественных намек на Советский Советский. Он не говорит о Европе, он говорит о Британской империи. Он продолжает. Но в то же время мы должны неустанно и бескомпромиссно провозглашать великие принципы демократических прав и свобод человека, являющихся совместным достоянием всех англоязычных народов и нашедших наиболее яркое выражение в Американской Декларации независимости, кивок в сторону Трумэна, вместившие в себя вот тут кивок в сторону Британии традиции таких основополагающих актов, как Великая Хартия Вольности, Биля Правах, ХБС Корпус, положение о суде присяжных и, наконец, английское общее право. То есть, что вы, американцы, без нашей длительной истории? Она вместила все английские представления. Завершая цитирование, все это означает, что, во-первых, граждане любой страны имеют право избирать правительство своей страны, изменять характер или форму правления путем свободных выборов. В этом заключаются основополагающие принципы демократических свобод. И завершаю. В этом же состоит и суть воззвания английского и американского народов, с которым они обращаются ко всему человечеству. То есть, послание от английского американского народа всему человечеству. Пусть же слово у нас никогда не расходится с делом, а дело со словом. Конец цитаты. Это новая религия. И когда будет принята уже в брежневскую эпоху поправка Джексона Вейника, и когда потом объявит Рейган, Рональд, Советский Союз империи зла, то позволит ему в этом нарративе стран добра и стран зла разделять страны на страны добра, страны света и страны тьмы именно права человека. Поскольку Советский Союз явно, как сказано в ряде документов, эти права человека нарушает, следовательно, это империя зла. С ней нужно бороться и правда на нашей стороне. Теперь я попробую завершить. Итак, мы увидели два этапа формирования новой политики, нового представления государства. Вначале чисто формально процедурный. Возникает в середине XIX века представление о конституционном праве, конституционной монархии, о функциях, которые ограничивают власть, абсолютную власть монарха. Это совпадает с развитием правового позитивизма. Нет никакой морали, религии и прочей мифологии в праве. Право — это чисто научная вещь. Но эта система понимания права и политики приводит к опасным последствиям тоталитарной режима. И когда они проигрывают, в 1945 году начинают раздаваться голоса в пользу другого принципа, который обосновывает политику. Нашли права человека и сделали из них великий нарратив. вписали в главные религиозные книги второй половины XX века, в разные хартии, декларации. И по этим принципам пытаются вести политику до сего дня. Очень часто права человека рассматривались как оправдание вторжения одной страны в другую, как применение военной силы, как расширение тех или иных властных полномочий. Эта история скорее всего завершается. Но нам нужно знать, что на новейшем этапе понимания политики эти принципы пытались рассматривать как главный легитимирующий принцип политики.